Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Всю неделю я отходила не столько от празднования своего дня рождения, сколько от качелей, которые нам устроил батя Биточек. Кстати, кто у нас на канале первый раз, просьба незамедлительно подписаться на него, чтобы не пропустить нашу с вами следующую встречу. Итак, подписались? Здорово! А теперь признавайтесь, волна битка сбрила всех шартистов. А кто из вас купил по 13к? А кто успел продать и уже перезакупиться? Сколько в итоге подняли? Пишите в комментариях, какой профит вы смогли поднять на этой неделе и чего ожидаете после заседания G20. Кто не знает, объясняю. 21 июня FATF, международная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, выпустила руководство с рекомендациями по регулированию криптовалют. Новые правила заставляют все криптоплатформы сообщать друг другу данные пользователей, совершивших транзакции между площадками. На это FATF отвела нам с вами 12 месяцев до июня 2020 года. Ах да, кто не помнит, халвинг биткоина состоится в мае того же 2020 года. Ну и прямо сейчас, с 28 по 29 июня, в Японии проходит ежегодный саммит большой двадцатки G20. И именно на нем состоится встреча, на которой ведущие криптобиржи, министры финансов G20 и руководители центробанков обсудят рекомендации FATF. Как говорится, имеющий уши да услышит. И срочно прикупит анонимные монетки. А мы с вами незамедлительно переходим к традиционной рекламно-информационному блоку новостей. Погнали! Что не так с криптовалютой Libra? В криптовалюте Libra от Facebook стали сомневаться не только власти разных стран, но и ее партнеры. Их опасения в основном связаны с регуляторным давлением на проект, сообщает 4Clock со ссылкой на The New York Times. Широкая партнерская сеть, состоящая из таких крупных компаний, как Visa, MasterCard и Uber, считается одним из залогов успеха Facebook в реализации своего проекта Libra. Однако некоторые из партнеров, похоже, не так уж уверены в этом успехе. 7 из 27 партнеров Libra сообщили, что присоединились к проекту с условием, что им не придется заниматься продвижением токена или же использовать его. Кроме того, они оставили за собой право отказаться от участия в проекте Facebook, если что-то пойдет не так. Какие именно компании обладают подобным правом, впрочем, не уточняется. По мнению 4Clock, компании не решаются быть слишком тесно связанными с Libra из-за резких высказываний регуляторов разных стран. Так, некоторые заявили, что монета Facebook угрожает банкам, а другие и вовсе призвали компанию приостановить работу над Libra. Кроме того, опасения компании-партнеров могут быть связаны со скандалами вокруг Facebook и конфиденциальности данных пользователей, а также с регуляторной неопределенностью в криптоиндустрии. Примечательно, что одним из первых партнеров Libra стала крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase. Однако, как сообщает издание, у некоторых сотрудников Coinbase до сих пор возникают большие сомнения в инициативе, так как Facebook не раз обвиняли в нарушении конфиденциальности, которая является одной из главных ценностей для криптосообщества. Стоит заметить, что именно с реакцией криптокомьюнити на Libra связывают рост анонимных криптовалют. Так, ориентированная на конфиденциальность транзакции криптовалюта BIM, работающая на базе алгоритма Mimble-Wimble, стремительно растет в цене. За прошедшую неделю рост составил около 160%. Вместе с этим, по словам двух источников The New York Times, Facebook вела переговоры об участии в проекте с крупными финансовыми компаниями, в частности Goldman Sachs, J.P. Morgan и Fidelity. Однако они отказались, в том числе из-за неопределенного статуса криптовалют. В Fidelity заявили, что следят за Libra. В остальных компаниях отказались от комментариев. Всего Facebook планирует привлечь к проекту сотню партнеров и собрать 1 миллиард долларов на запуск Libra. По сообщениям РБК, Facebook провел встречу с Центральным банком Сингапура по поводу своего проекта Libra. Управляющий финансового регулятора Revy Minon признал потенциальные преимущества новой криптовалюты, но отметил важность введения правильного правового контроля. Libra может помочь решить проблемы дорогих, неэффективных и рискованных платежных механизмов. Однако нам необходимо разобраться, что это за зверь и в какую коробку мы можем его поместить. Пока у нас нет понимания, рассказал Minon. Он подчеркнул, что на данный момент неизвестно, сможет ли Libra стать альтернативой существующим платежным системам. Для этого Facebook должен гарантировать безопасность и приватность. Только после этого Центральный банк Сингапура сможет принять решение относительно этого вида активов. Запуск криптовалюты запланирован на первую половину 2020 года. Напоминаем, что у нас на канале есть подробное видео, рассказывающее о всех нюансах криптовалюты Libra от Facebook. Пишите в комментариях, что вы думаете о Libra и как вы относитесь к планам Facebook делиться с регуляторами данными о своих пользователях. Джон Макафи предсказал рост альткоинов. Джон Макафи заявил в своем твиттере, что настоящими победителями ралли в итоге станут альткоины, которые будут на вершине пирамиды и станут теми, кто нанесет основной удар по криптозиме, оморочивший рынок в прошлом году. В частности, криптоэнтузиаст отметил три монеты – Tezos, Apple Currency и DAG.com Token. Биткоин набирает обороты, но настоящими победителями скоро будут альткоины, которые десятикратно и больше превзойдут биткоин. На вершине этой кучи будут самые избитые на медвежьем рынке – это DOC Academic, Apple, XTZ и так далее. Именно здесь нужно зарабатывать реальные деньги. Наполняйте свои сумки, ребята, заявил он. По сообщению издания Coinspot, монета Tezos занимает 25-е место в рейтинге криптовалют. После достижения 8-месячного максимума в мае 2019 года, когда цена XTZ составляла 1,79 доллара, монета значительно снизилась в цене. Когда совокупная рыночная капитализация криптовалют превысила 350 миллиардов долларов, а биткоин преодолел несколько уровней сопротивления и стал пятизначным, монета XTZ снизилась на 38,54%. Apple Currency, APL и DOC.com токен в настоящее время находятся на 170 и 470 местах соответственно. С начала года криптовалюта APL выросла на 177%, но торгуется ниже своего мартовского максимума, в то время как DOC.com токен постоянно снижается с августа 2018 года. Напомним, что ближайший халвинг биткоинов состоится 21 мая 2020 года. После двух предыдущих халвингов ралли биткоинов происходили примерно год спустя. После первого халвинга в 2012 году биткоин достиг рекордного максимума в 1000 долларов к ноябрю 2013 года. После того, как в 2016 году также произошел халвинг, биткоин снова взлетел и достиг своего рекордного максимума в 20 089 долларов 18 декабря 2017 года, после чего произошло снижение его цены. Однако с февраля 2019 года биткоин начал медленно расти, так же, как и количество его транзакций. По информации ForkLock, на этой неделе цена биткоина успела достичь отметки в 13 888 долларов и скорректироваться до 11 200. Волатильность достигла 17-месячного максимума. В последний раз столь огромный размах колебаний цены наблюдался еще в январе 2018 года. Даже несмотря на недавнее резкое снижение, в течение второго квартала BTC вырос на 183%. Это лучший показатель динамики роста с 2017 года. Редакция CryptoDealers считает закономерным снижение до психологического уровня в 10 000 долларов или даже на 10-15% ниже этой отметки. Пишите в комментариях, по какой цене вы рекомендуете продавать биткоин и когда стоит обратить внимание на альткоины. Криптоликбез – кросс-платформенный терминал для трейдинга Криптороботикс. Канал Криптодилерс продолжает знакомить вас с полезными сервисами, которые помогут вам получить профит и стать профи при работе на рынке криптовалют. Сегодня мы хотим познакомить вас с проектом Криптороботикс. Основателем Криптороботикс является Иван Щербаков, инвестор-практик, ведущий эксперт в области криптовалют в нашем регионе и автор курса криптовалюта за 12 часов. Криптороботикс – это кросс-платформенный терминал для трейдинга на топовых криптовалютных биржах, который позволяет автоматизировать процесс торговли. За счет таких инструментов, как автоматизированные роботы, умные ордера, панель аналитики и многое другое, терминал подходит как для опытных пользователей и инвесторов, так и для новичков на рынке криптовалют. Рассмотрим функцию Smart Order. Функция Smart Order позволяет выставлять одновременно Stop Loss, Take Profit и Trading Stop, и все это в едином интерфейсе. Функция Multi Accounts, позволяющая интегрировать два или более API-ключа одного или разных аккаунтов одной и той же биржи в терминал Crypto Robotics. И эта функция позволяет распределить свои API-ключи для торговли как для роботов, так и для ручной торговли. В терминале есть автоматизированные роботы, которые торгуют к таким криптовалютным парам, как Altcoin и BTC, Tether и Ethereum. Выбираем интересующего нас робота и переходим в настройки. В настройках робота есть такие параметры, как выбор биржи, выбор API-ключа, с которого будет происходить торговля и основная валюта. В общем, базовые и расширенные настройки. Расширенные настройки включают в себя повторный закуп одной и той же валюты. Если по алгоритму был еще один сигнал, даже если по ней уже существуют открытые ордера, то робот откроет по ней еще одну позицию. Эта функция поможет увеличить профитность сделок на растущих в цене монетах. А также можем выставлять свое значение по Take Profit и Stop Loss. Панель аналитики. Все данные о торгах и холдах передаются в нашу панель и отображаются в виде понятных диаграмм и графических визуализаций. Теперь все нужные вам данные вы найдете в одном месте и можете управлять этими показателями для улучшения своих торговых стратегий. Кстати, буквально на этой неделе, 27 июня, на бирже LifeCoin успешно прошел листинг роботокена. Робо является сертифицированным utility токеном и неотъемлемой частью экосистемы терминала. Продукты CryptoRobotics можно купить исключительно за роботокен. Ранее цена роба составляла 15 десятитысячных эфириума и была привязана к эфиру. Со старта листинга цена остается прежней, но токен торгуется к BTC по эквивалентному курсу. Купить роба для трейдинга или подключения продуктов CryptoRobotics вы можете напрямую через биржу LifeCoin или чуть позднее в терминале. Ссылку на терминал вы можете найти в описании к видео. Dash доступен в браузер Brave Работающий на базе блокчейна браузер Brave добавил Dash в качестве криптовалюты для транзакций на своей платформе. Brave – инновационный блокчейн-браузер, который нацелен на защиту персональных данных и сохранение приватности пользователей. Этот подход разительно отличается от обычных браузеров, которые собирают данные о пользователях и продают их рекламодателям. Вместо этого браузер Brave дает пользователям вознаграждение в зависимости от проведенного в сети времени. Как правило, пользователи получают токен BAT – Basic Attention Token, который работает на основе Ethereum. Затем пользователи Brave могут с помощью платформы Uphold конвертировать BAT в одну из криптовалют. Сейчас нам доступно несколько видов криптовалют и среди них теперь есть Dash. Brave – это браузер на базе блокчейна. Другие платформы, такие как VPN и вышеупомянутые приложения с шифрованием, также набирают популярность. Чтобы поддерживать приватную природу этих платформ и транзакций на них, необходимы приватные сети. И в этом им может помочь Dash. Dash сочетает в себе приватные транзакции и готовящуюся к выпуску платформу с децентрализованными приложениями. Функция PrivateSend в протоколе Dash дает пользователям возможность сохранять приватность своих транзакций. Происхождение средств скрывается с помощью смешивания монет. Протокол также поддерживает взаимозаменяемость монет Dash, позволяя избавляться от истории прошлых транзакций. Следовательно, чтобы надежно защитить приватность транзакций, такие протоколы как PrivateSend подходят как нельзя лучше. Более того, на готовящуюся к выпуску Dash-платформ, разработкой которого сейчас занимается Dash Core Group, разработчики смогут создавать свои собственные приватные решения, похожие на Brave. Платформа, релиз которой вскоре произойдет, будет постепенно эволюционировать, чтобы со временем дать разработчикам полноценный набор для создания вышеупомянутых продуктов. Приватность Dash – важный элемент сегодняшней экосистемы интернета. Технологическая атмосфера эволюционирует и передает контроль за перемещением данных напрямую в руки пользователей. И Dash соответствует этому, предлагая решения на основе блокчейна. Это заметно по различным разработкам внутри сообщества и признанию, которое они получают даже за его пределами. Кстати, совсем забыла вам рассказать. У нас на канале вышло интервью с Антоном Басенко, главного по NEM в Сея Руси, действующего члена совета директоров NEM Foundation. Кстати, по моей информации, NEM ищет себе маркетинг директора. Друзья, если среди вас есть толковые маркетологи, кто хочет получать зарплату в крипте, когда быстро бегите смотреть интервью, где вы узнаете много чего интересного про NEMчик. Ну а закончив сегодняшний выпуск, я хочу традиционные цитаты одного поста в Фейсбуке, автором которого стал Дмитрий Атаманчук. На Нью-Йоркской фондовой бирже начали торговаться акции компании Slack Technologies. Стоимость компании составила 23 миллиарда долларов. Ну и что, спросите вы, что это вообще за компания такая? Друзья, это очень интересная история, особенно в сравнении. Это компания Slack Technologies, создатель по сути только одного продукта Slack, смеси чата с возможностями электронной почты и еще кое-какими удобными для работы функциями. Этот чат появился не сразу. С 2009 по 2011 год компания разрабатывала онлайн-игру. К 2012 году стало понятно, что игра полностью провалилась. Но, как оказалось, это был еще не конец. Для игры был создан свой мессенджер, чтобы игроки могли обмениваться сообщениями. И команда из 16 человек взялась дорабатывать этот мессенджер, выпустив его как самостоятельный продукт к 2013 году. А теперь о сравнении. Что такое 23 миллиарда долларов? А это на минуточку, например, больше, чем суммарное состояние 10 самых богатых украинских олигархов. Вот так вот. Люди, которые владеют практически всей Украиной, всей промышленностью, сельским хозяйством, нефтепереработкой и энергетикой, все вместе стоят меньше, чем один улучшенный чат для провалившейся онлайн-игры. Понимаете? Все эти тысячи монстров предприятий, построенных огромной советской империей, сотни тысяч, а может и миллионы работников, бизнес-воины в 90-х с горами трупов, тысячи гектаров земли и сотни тысяч квадратных метров площадей, многомиллиардные вливания из год-бюджета в современном мире стоят меньше, чем интеллектуальный труд и упорство не сдавшихся 16 человек. Просто подумайте над этим. А на этом у меня все. Не забывайте вступать в наш телеграм-чат свидетелей Халвинга, подписывайтесь на наш Твиттер и мой Инстаграм. С вами была Миша. Всем пока!